В эфире новости экономики. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Прошедшая неделя выдалась на редкость, богатая на события, причем не слишком приятных и для отечественной, и для мировой экономик. Для начала президент Трамп ввел повышенные пошлины на импорт США стали и алюминия. И не для отдельных стран, а для всего мира, исключив, однако, из списка те страны, где Америка располагает огромным объемом собственных производств, в Канаду и Мексику. Видимо, история мало чему научила наших закианских друзей. Только за последние 20 лет уже дважды, прибуше старшим и прибуше младшим, США вводили подобные пошлины на сталь. И оба раза были вынуждены быстро отказаться от этой идеи. Нововведение обернулось потерями для самих же американских компаний, пострадавших от поднявшихся цен на металлы. В результате только в 2002 году в Штатах потеряли работу около 200 тысяч человек. Так что оптимизм президента Трампа, решившего попробовать на прочность грабли, еще хранящий отпечатки ног семейства Бушев, весьма вероятно преждевременен. Российские металлурги уже заявили, что хотя и понесут некоторые потери от этих санкций, но они будут весьма незначительными. Наш экспорт в США не слишком велик. Да и переориентировать потоки на новые рынки сбыта не составит особого труда. Впрочем, против кого в первую очередь направлены столь жесткие протекционистские меры, понятно, это Китай. Наши юго-восточные соседи производят за месяц стали больше, нежели сами США за целый год. Вот зря они так с китайцами. Да, те всегда улыбаются и внешне дружелюбны, но они все помнят и всегда молчат о своих намерениях. А вот европейцев Трамп сумел напугать этими пошлинами. ЕС тут же заявил, что немедленно примет ответные меры. Так что весьма вероятно возникновение полноценных торговых войн между Америкой и Старым Светом, которые, скорее всего, больно ударят по обеим сторонам. И на сегодня это все. Удачных вам инвестиций. Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 21 марта, 57 рублей 70 копеек. Официальный курс евро 71 рубль 23 копейки.